Летняя погода, десятки единиц военной техники, от ретро до самых современных боевых машин. Спорт, музыка, показательные выступления и, конечно, солдатская каша сделали праздник по-настоящему народным. Он получился массовым и красочным, удивить посетителей было сложно, но организаторам это удалось. На праздник во Владивосток прибыли участники практически со всего Приморья. Казаки, учащиеся школ, колледжи, участники регионального отделения юн. армии, члены молодежных военно-патриотических клубов, многочисленные туристы. Порадовать гостей фестиваля решили в этот раз даже рыцари. Участие принимаем в первый раз. Мы тут от военного исторического общества. У нас присутствуют четыре эпохи. Это раннее средневековье, позднее средневековье, собственно, мы, которые занимаемся историческими средневековыми боями. Период Первой мировой войны и будет реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны. В отличие от прошлого года площадка стала больше во всех смыслах. Больше территории, больше выставочных экспонатов, больше выступлений и развлечений. Пока на главной площадке показывали шоу, вокруг кипел восторг. Ведь на фестиваль привезли почти всю военную технику, участвовавшую в Параде Победы в этом году во Владивостоке. Мощные машины, которые были недосягаемы во время парада, здесь стали доступны всем желающим. Совершенно всю технику можно было потрогать, открыть, залезть внутрь и сделать селфи. Около двух часов на территорию фестиваля десантировали с воздуха парашютисты ДОСААФ. По всему периметру действовали пункты выдачи флотской каши и горячего чая. Казаками отдела была организована полевая кухня, вы видите на заднем плане, полевая палатка, где можно было ознакомиться с казачьим бытом. Молодежь должна видеть, общаться с военнослужащими, то есть что их ждет впереди, какие перспективы, возможно, у кого-то будут, если они пойдут служить в армию по контракту. Фестиваль «Найти себя» проводится региональным отделением ДОСААФ по Приморскому краю. Его главная цель – показать, в чем заключается ценность здорового образа жизни, спорта и воли к победе, научить, как нужно служить родине, воспитать дух патриотизма среди молодежи. Организаторы надеются, что фестиваль, несмотря на свою молодость, станет доброй традицией, которая, начавшись на Дальнем Востоке, будет набирать силу и продолжится по всей России. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Игорь Болтов. Новости на восьмом.